Сегодня я сажаю наши арбузы, ой, арбузы, эти огурцы, кабачки на рассаду для того, чтобы на следующей неделе мы могли высадить это в грунт, уже в открытый, у нас будет уже это 16, по-моему, число, или 13, я не помню, надо считать, сидишь дома, ничего не наблюдаешь. И мы делаем для того, чтобы раскрыть, ножничками вот так вот раскрываем дюбочку и вылаживаем на нашу безземельную способ рассады. Это уже раздавилась у меня одна. Конечно, если семена не обработанные, свои, то сделать это зубами намного проще, потому что вот и даже ручками вот так вот надавили и без всяких травм. Вот, вылаживаем мы наши кабачки. А что мы сюда еще закрутим? Закрутим еще мы фасольку. Хотя у меня уже посадили фасольку. Наверное, огурцы еще немножко. Вот, также я хочу показать, я посадила вот уже здесь тоже огурчики и фасоль. Здесь у меня уже четырехдневная рассада. Это кукуруза и горошек. Вот она у меня здесь стоит на подоконнике. Это все горошек. Вот кукуруза, все стоит. Вот, как щеточки всходят. И я не буду переживать, что она у меня в земле где-то сгниет от больших количествовых дождей. И еще вот у меня еще базилик здесь растет. И тоже очень хорошо высаживается в грунт такими вот малюсенькими рассадкой. И очень хорошо она вся поднимается и растет. Вот, поэтому не бойтесь. В том году я так садила. И очень хорошо все проросло. Вот мы находим вот дюбочку у огурчика. И делаем ей надсетечку такую. И очень хорошо все растет. И большие кусты появляются у этих базилика и всего остального. Поэтому посадите таким способом. Не пожалеете, потому что вы знаете, что вы рассаду посадили. И вы много соберете и большой рожай получите. Столько, сколько вам надо на вашу семью. Вот мы еще делаем, кто не видел мои видео с такими посадками. Мы отрезаем обыкновенную туалетную бумагу. Кладем мы ее сюда наверх. Ну мы как смочили, но мы немножко еще прольем. Заворачиваем мы рулончиком. Но рулончик мы не туго заворачиваем. Потому что наши растишки будут, когда вылазить, то прорастать корешочки. Они будут, естественно, толстенькие. И вот дизишек я убираю, отрезаю. И, естественно, они будут уплотняться. Вот, допустим, сейчас покажу вам рассадка кукурузы, которую я посадила таким же способом. Видите, какая у нее корневая система здесь. И я ее заворачивала неплотно, но как она проросла, семена, эти наши курузинки, они разбухли, корешочки, они полезли. И очень уплотнилось здесь. Поэтому, чтобы не было совсем им тесно, делайте это свободно. Вот, всем спасибо за внимание и всем пока.